Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстун и мы вновь играем в The Candy Box 2. Итак, ребятки, я как видите за кадром надолго оставил игру и у меня уже мельница, ну неплохо прокачана, правда я вот как бы чупа-чупсы потратил, поэтому не могу сказать у меня так дофига чупа-чупсов, но я последнюю мельницу улучшал по-моему за 16 что ли миллионов чупа-чупсов. Но это все ерунда, потому что я сейчас зарабатываю 300 чупа-чупсов в секунду. В прошлой серии мы там вначале зарабатывали 100 чупа-чупсов, но убив одну акулу увеличили заработок в 3 раза. А вообще там можно еще несколько всяких плюшек сделать и по-моему максимально можно разогнать заработок чупа-чупсов до 4500 в секунду. Также по поводу вот этого котла, который продавала ведьма, вот он, я потом заметил сверху, КЛДР написано, ну типа Калдрон, да, вот это как котел. Мы сюда заходим и можем варить разные зелья. Смотрите, у нас тут есть что-то вроде книжечки с рецептами и известны следующие зелья. На второй странице есть рецепт зелья здоровья. Вот он рецепт. Нужно поместить 100 конфет, потом мешать несколько секунд и можно разливать по бутылкам. То есть мы сюда берем, в строку конфет вписываем соточку, пишем все это поместить, миксовать раз-два, допустим, все, помещаем в бутылке. Вы сделали одно зелье лечения. Ну давайте мы таким образом сделаем еще несколько, но я по-моему за кадром, я уже разбирался в этом котле, что тут как готовится. Ну давайте я сейчас еще на всякий случай парочку, там, троечку зелий этих сделаю. Я думаю мы сейчас с помощью этих зелий как раз отправимся и пройдем те локации, с которыми мы не справлялись до этого. Там, например, этот замок пройдем, может быть под водой куда-нибудь поглубже подальше заплывем. Ну и давайте еще одно, я не знаю, сколько нам вообще понадобится. Я даже на самом деле не знаю, они как бы вот у нас же есть, да, в игре инвентарь. Я в инвентаре зелий не вижу. Ну то есть как бы сколько у меня каких. Так, ну давайте вернемся к нашему котлу, вообще пробежимся, посмотрим, какие у нас зелия появились. У нас появилось, кроме зелия лечения, зелия черепахи. Черепашье зелье варится чуть сложнее, вам будут нужны та-та-та-та-та. Что оно делает? Если вы выпьете во время квеста, оно превратит вас в черепаху. Двигаться вы будете медленнее, но зато получите дополнительную защиту от атак противника. Ну я не знаю, то есть как бы медленно, но мощно. Может быть где-то пригодится его приготовить. Что нам говорят? Поместить 50 конфет. Давайте вот просто 50 конфет, да. Помещаем. Вот как бы, я не знаю, они тут не говорят, что сразу. Давайте по очереди. Типа тут написано именно добавить, а не поместить вместе. Добавить 500 чупа-чупсов. Давайте теперь дальше. Мешать 10 секунд, потом остановить. То есть запускаем перемешивание. Раз, два. Ну сами да понимаете, сейчас подождем. 10. Остановили перемешивание. Добавить 50 конфет. Так, добавляем. Еще раз помешать несколько секунд и разлить по бутылкам. Меня всегда смущает несколько секунд. Несколько это сколько? Ну пускай будет, ну как бы, 3 секунды. Раз, два, три. Разливаем. Да, в принципе, мы все нормально сделали. Зелье черепахи мы получили. Что у нас тут идет дальше? Антигравитационное зелье. Ну, вроде все понятно, да. Мы будем медленно падать, да. Мы сможем как бы так падая, шух, куда-то перетечь. Такие вещи очень могут понадобиться где-нибудь. Вот если там какая-то локация будет, типа пещера, да. И там возможно будет какой-то тайничок, какая-то комната, которую мы только благодаря этому зелью сможем пройти. Поэтому мы сейчас сразу, конечно, одно скрафтим. Я думаю, раз такое зелье в игре есть, то оно нам явно пригодится. Нужно 100 конфет нагреть, пока не напишут люке ворм. Люркер я чуть не прочитал, как типа в Старкрафте. Так, потом остановить нагревание, добавить еще 1000 конфет. Так, ну давайте так, давайте до того, когда остановим. То есть мы все, мы добавили 1000 конфет. И начинаем вот это, я так понимаю. Бойл, ну то есть нагревать, пока не напишут люки ворм. Вот смотри, пока что он холодный. Вот все, люки ворм есть. Останавливаем, добавляем еще 1000 конфет. Так, теперь нагревать, пока вода не закипит и можно разливать по бутылкам. То есть вот здесь, когда он напишет бойлен, сразу жмем разлить по бутылкам. Горячий, но еще пока не кипит. Очень горячий. Блин, я не знаю. Вот, кипит, все. Разлили, мы получили, да? А, причем смотрите, удобно. Мы сразу 5 зелий гравитации, антигравитации получили. Что тут еще есть? Зелия берсерка и 2 зелия в концовочке. Зелия Х и зелия П. Так. Причем тут еще есть, типа, скрытые зелия. Ну, вот смотрите, допустим, есть зелия берсерка, но здесь еще написано. Не добавляйте конфеты в котел, когда варите это зелие. Вообще не одно, серьезно. Результат предсказать нельзя. То есть все, что нам нужно, это варить зелие берсерка и потом, бах, случайно, типа, добавить еще одну конфетку. И там, по-моему, зелия, я уже что-то читал в Википедии. Зелия, которая вас клонирует, по-моему, получится. Но давайте мы пока что вот как бы остановимся по зелиям. А то уже шестая минута игры, мы вроде ничем не занимаемся. Давайте к зелиям мы, если что, вернемся чуть позже. Там посмотрим, какие еще можем. Я хочу сейчас банально отправиться в замок. Так, замедлить время, а то я что-то не успеваю регистрировать. И давайте посмотрим, что мы здесь можем. Я вижу, вот у нас появились эти зелия новые. 11 зелий лечения у нас. Если что, если что, нам есть чем отхилиться. С этим как бы проблем нету. И, как видите, у меня здоровье теперь выше крыши. У меня полторы тысячи здоровья, ребят. Потому что я за кадром сожрал чертову тонну конфет. Если бы я в жизни столько съел, я бы уже не снимал это видео для вас. Так, ну и что, мы прошли, да? Или что там? Там еще что-то происходит за кадром? Вроде нет. Что мы получили? Мы получили броню рыцаря, 18 тысяч конфет. И, собственно говоря, пересекли замок. Что нам дает это пересечение замка? Что-то нам открылось новое? Серьезно. А вот это вход в замок. А вот это сам замок. Мы теперь, ребята, можем зайти в сам замок. Но давайте мы сначала... Так, мы даже сначала, знаете, не то что оденем эту броню. Мы сначала отправимся на колодец. И зачаруем эту броню. Броню рыцаря мы можем зачаровать. Пока непонятно, что она будет давать. Сейчас зачаруем и посмотрим. Так, одеваем броню рыцаря. Так, 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 так. Получаемый урон, ребята, снижен на 80%. Это очень круто, мне кажется, да? У меня как будто... Ну, знаете, это можно считать, как будто у меня на 80% стало больше здоровья. Ну, как бы, это офигенно. Так, ладно. Просто представьте, что у меня сейчас не 1500, а ну, офигенно, ребят. Так, пойдемте, знаете, куда? Ну, куда? В замок, конечно же, куда же еще? Ох ты ж, е-мое, тут какие-то лабиринты. Можно вот так сразу. Что можно нажать? Можно нажать на лестницу, на все вот эти дверки и на вот эту фигулину. Так, ну ладно, давайте вот отсюда. Вот это вход, да, откуда мы зашли. Комната, давай первую комнату. Ой, е-мое, 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 е-мое. Так, ты можешь прыгать? Погоди, погоди, можно же выйти отсюда? Ох, мне это не понравилось. Знаете что, мне кажется, там надо зелье антигравитации, или я не знаю, что. Там заходишь и сразу шипы. Давайте съедим конфеты, чтобы это, ну, как бы, не париться. Так. А я, кстати, если я пью зелье, а я не могу здесь выпить зелье. Это я только если туда вхожу и сразу пью зелье. Я даже не уверен, что... Ну, ладно, давайте так. Так, давайте снова попробуем. Анти... Да, блин, где? Так, так, погоди, время замедлеть. Я просто пытался... Ну, вы видите эту комнату? Здесь вообще ничего нету, кроме шипов. То есть сюда не было смысла возвращаться. Даже если там антигравитация, и мы вот так пролетим. А какой смысл? Поэтому мы просто отсюда уходим. Просто я в тот раз как-то слишком торопился выйти из комнаты. Поэтому не посмотрел. 30 тысяч конфет уже стоит лечения. Слушайте, лечиться уже, в принципе, практически не выгодно. Мы скоро только на кольце Оригена, наверное, будем лечиться. Так, ладно. Это была... Нижняя, да, комната. Есть темная комната еще. Темная комната. И что здесь делать? Блин, я не знаю. Наверное, нужна Википедия. Вот, блин, да, современное общество, ребята. Человек уже вообще не хочет, там, пытаться играть в игру. Он сразу лезет. Так, что там Википедия? Я даже не хочу думать. Даже не хочу пробовать. Сразу расскажите мне, что тут делать. Ну, короче, видите, в этой комнате, говорят, можно в центре нащупать. Можно было вот так, наверное, выделить. Да, вот он, квадрат. Жмем на него. И вот мы нащупали свет. И можем взять вот эти вот вилы, да, мы тут какие-то взяли. Короче, эта штука, которую мы взяли, она... Где она? Вот она. Позволяет вам разрыхлять землю без вспахивания. Тем самым сохраняя подземную экосистему. Они утроят производство леденцов. Короче, в три раза больше леденцов мы теперь зарабатываем, ребята. Это офигенно. Можем вернуться в замок. Вот в этой комнате там какой-то, говорят, паук. И он меня порвет на части, если я причиню вред его яйцам. Поэтому мне нужно снять с себя вот эти все посохи. Всякую фигню, которая, ну, как бы, которая дамажит. Все. Перчатки у меня отхила, да, по-моему. Поэтому мы можем вернуться и давайте в третью комнату. Так, он тут сам. Вот, видите, яйца. Если бы я что-то с яйцами сделал, меня бы вот этот паук порвал на части. Так, что тут? Стрэндж стон. Какой-то странный загадочный камень. Мы нашли здесь. Что нам скажут про этот камень? Так. Ничего, по-моему, не скажут. Он слишком странный, ребята, и загадочный. Чтобы о нем что-то говорить. Эл стон. Ну ладно. Я думаю, со временем разберемся. Лишним, скорее всего, не будет. У нас остается большая комната. Так, давайте, наверное, все обратно оденем наше. Потому что там нас, возможно, что-то ждет. Так, корону октопуса. Ну и вроде все, да? Погнали. Так, это что? Гигантского паука из Нуги атаковать. А это больше. Давайте в большую комнату зайдем. Привет. Я очень старый хлеб. Хлеб. Позволить хлебопечке взять все сладости, которые ей нужны. А сколько тебе нужно? Короче, это хлебопечь. Ну, смотрите, запоминайте, сколько было. Сейчас посмотрим, сколько она возьмет. Ну, вроде немного взяла. Спасибо, печь. Но, наверное, каждый последующий будет стоить дороже, да? Я так думаю. Ну, я не вижу, чтобы у меня прям много пропадало. Поэтому давайте штучек 10 я себе накрафчу. Эй, а что такое? Что-то она больше не хочет брать сладости мои. Ну, я спамлю по этой кнопке, но она ничего не делает. Ладно, у нас есть 7 какой-то фигни. Она вот здесь, да, только вверху отображается, в рюкзаке нет. Там вроде что-то шоколадный хлеб, это как-то называлось. Я не помню, его тоже можно в колодец кидать, загадывать какое-то желание. И он вроде делает вас сильнее, насколько я помню. Так, ну что у нас? Остался вот этот вот паук и лестница. Ну, давай попробуем атаковать. Так, фаербол. Время замедляем. Мы, вон, видите, уже бойцов призываем с помощью копья. Я не знаю, насколько эти бойцы продуктивны, но он вроде вот сражается и пока что не умирает. Так, а сколько он нашел в противниках? А, у него 2000 хп, ребята. Оп-оп-оп, так-так-так, теперь мы с ним деремся. Ну, вроде он тает нормально. А мы вообще хп не теряем, ребят? Ой, ну, то-то-то-то-то-погай. Можно я прыгну? Нельзя. Так, ладно, давайте мы отхилимся зелем. Еще одно зелье. Знаете что? По-моему, по-моему, мы сдохли. Он редко бьет, но метко, да? Давайте, знаете как? Давайте мы сейчас походим по-по-где-нибудь... По лесу, наверное. Наверное, отхили... А даже давайте сейчас попробуем в замок. Вот просто сюда. Так, нет, смотрите. Наш вот этот посох, да, он призывает солдат, но они какие-то слабенькие. Вы видели? Он сдох практически сразу. Давайте мы попробуем... Тогда вот этот все-таки посох. Мне кажется, он продуктивнее. И мне кажется, он на боссе тоже был продуктивнее. И знаете, что мы можем еще? Мы можем, наверное... Давайте один раз мы прогуляемся вот по этому лесу, захилимся. Просто потому, что у меня кольцо регена. Пусть оно у нас маленько подрегенит, мы тут сейчас маленько заработаем. Я думаю следующее. Мы можем сейчас пойти еще раз убить осьминога. И с осьминога получить его корону, зачаровать ее по-другому. Чтобы она призывала вот этих октопусов, которые будут впереди меня идти и сражаться. Мне кажется, это нам больше поможет сейчас справиться с вот тем монстром. Мы же можем несколько корон. И причем я еще где-то читал тоже в Википедии. Знаете, вот там случайно переходишь со строки на строку. Там что-то вот про это зелье, которое создает клоны. И там что-то писали, что в игре мы еще встретим своего клона. И чтобы его победить, нам нужна будет корона вот этого октопуса. Но при этом корона знаете какая? Корона простая, без улучшения. Поэтому получается нам, наверное, парочку этих октопусов надо убить. Одного ради короны. И еще одного ради еще одной короны. Как бы парадоксально это не звучало, все. Что вот это такое? Ну, как бы, что за магия? Можешь показать? Смотрите. Стенку создает. Слушайте, ну... Как-то перекрыться от врага. А октопусы будут переходить через стену? Давайте сейчас чисто ради интереса попробуем, как это будет работать магия. Так, сейчас просто выходим из пещеры. Смотрите, берем. Так, 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 так. Я кинул шоколадку, нет? Мне кажется... А, у меня нету шок... Серьезно? У меня нету шоколадок? Мне казалось, что у меня был миллион шоколадок. И что мне всегда хватит? У меня кончились шоколадки. Серьезно, ребят? А, я, кажется, понял, ребята. Похоже, вот это, то, что мы готовили в печке, оно требовало шоколадки. Я все шоколадки перегнал. Блин, а я хотел корону зачаровать. Ну, давай мы кинем шоколадный хлеб теперь. Блин, я сглупил. Больше мощи, больше здоровья, больше магии. Ну, давай больше мощи. Тыщ. Сделано. Now you have a new gift that will appear in your inventory stats panel. Так, смотрите. Что у нас появилось? Ваша атака на 20% мощнее. А мы можем сразу несколько вещей... Ну, как бы... Бросаем еще одну плитку, допустим. Я прошу больше здоровья. Сделано. Так, смотрим в инвентаре. Смотрите, у меня здоровье увеличено на 20%, атака тоже на 20%. Так, хорошо. Ну, я не знаю, это, конечно, все неплохо, но где я теперь шоколадки буду добывать? Мне нужно достать где-то шоколадку, я маленько переживаю, что я потратил. Давайте попросим бонус магии и давайте попросим, допустим, еще бонус здоровья и посмотрим, увеличился ли он теперь на 40%. Так, да, действительно, здоровье увеличили на 40%. Заклинание и зелье откат уменьшен на 15%. Вот это я бы, наверное, еще бы качнул. Давайте, наверное, так. Тебе еще раз магию. Еще раз магию. Не, мне вообще нравится снижение отката. Сколько теперь снижение? 45%. И давайте пока что остальные... А, они у нас и так кончились. Я хотел сказать, остальные тратить не будем, все, у нас уже все равно нету этих шоколад... Так, ну, блин, а где остальные эти шоколадки у нас находятся в игре? Так, ребята, знаете что? Я пошел сейчас, почитал Википедию. Я вот думаю, как бы я игру из-за этого не запорол, потому что шоколадок больше в игре нет. Ну, серьезно. Поэтому, блин, фиг знает. Ну, давайте сейчас попробуем с тем, что есть. Блин, нам эти короны октопусов теперь... Они нам вообще ничего теря не дают. Ну, давайте попробуем с тем, что есть. Хотя бы сейчас под водой поплавать. У нас там здоровье добавилось, да? У нас там вообще все хорошо. Так, мы можем где-то... Вот этот сквиз, да, уменьшится? Или что это? Да, мы можем стать меньше. Это, возможно, будет нам полезно. Time slow, наверное, уберем. Знаете, time slow, вот... Он выглядит так, как будто время не замедлено, а так, как будто игра лагает. Ну, чисто для меня по ощущению. Наверное, вот здесь тоже лучше было бы корона осьминога, которая призывает осьминожек, которые бегут вперед, мне кажется, под водой, потому что они бы бежали вперед и, ну, расчищали мне дорогу. А вот эти фаерболы, они здесь летят, фиг пойми куда, да? От них не так много толку. Знаете, чего в игре не хватает? Звуков. Давай умирай, конек. Похоже, пока мы его не убьем, ничего нового не будет на карте. Акулы. У нас, кстати, да, у нас же магия стала мощнее, да? Вот эту змею, я не знаю, ее можно убить? Или она так? По-моему, она вообще сквозная. Уйди нафиг. Я не знаю, я боюсь на ее тело наступать. Может быть, не стоит этого бояться. Слушайте, у меня такое ощущение было, как будто мы сейчас... О, смотрите, красный плавник. Это особая какая-то акула. Мы что-то наверняка получили за эту акулу, только я фиг знает что. Я вижу, что этот змей нам вообще дамаги не наносит. Поэтому его можно, ну, как бы, наверное, не опасаться. Не, он, конечно, дамажит что-то, но не так страшно. Ну, по чуть-чуть хп-то падает. Но у нас есть еще 9 зелья хилки. Нам, в принципе, наверное, даже вот с этими акулами сражаться не обязательно. Но они как бы конфеты дают. Нам вот эти нужны. Вот зеленый плавник. Отлично. И должна быть, по-моему, 3 акулы с разными плавниками, если я не ошибаюсь. Я, по-моему, где-то читал. Ну, давайте это. Плывем, пока плывется. Рано или поздно это же должно чем-то закончиться. Так, давайте зелье выпьем. Давайте, наверное, сейчас постараемся не со всеми акулами сражаться прямо так уж. Там где-то уворачиваться, может быть. Нам же нужны только особые, по сути, акулы. Нам же, ну, найдем и дам 600 конфет за убийство акулы. Да, бог с ним. Как бы зато мы пока что отрегенимся. Лишний раз зелье терять. Нифига себе, он как мне уже дамажит. Ребята, а вот это уже как-то на край карты, что ли, похоже. А, я, наверное, просто там на дне зацепился, поэтому остановилась прокрутка. Маленько удручать, что здесь звука нету. Надо будет потом какую-нибудь музычку наложить. Я вот прошлый выпуск выложил без музычки. Мне кажется, вам, наверное, грустно было. Даже это, знаете... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зелье. Хилимся. Блин, будут еще какие-нибудь это? А может быть, они хотят, чтобы я убил какое-то количество простых акул, прежде чем они мне дадут какую-нибудь особенную акулу? Такое тоже возможно. Смотрите, как они сейчас идут в ряд. Одна за другой. Заставляют меня выпивать все мои зелья. Кольцо регена, конечно, регенит, но не так сильно, как хотелось бы. Броня со снижением дамаги. Слава богу, я хотя бы броню успел зачаровать, да? Слушайте, а я могу, интересно, вот прямо во время боя, ну, то есть, как бы, прямо вот сейчас зайти и скрафтить еще хилок? Давайте чисто ради интереса проверим. 100 конфет, да? Помещаем. Мешаем. Погодите. You can put... Ага. Ясно. Но мы не можем готовить, пока мы на квесте. Ладно. Надо было, я не знаю, миллион зелий готовить. Ну, это же геморрой, да? Жаль, что нельзя там сказать просто и повторить это действие сто раз. Причем, главное, зелье гравитации готовится по пять штук, но это... А самое нужное зелье лечения по одной штуке. Лучше бы наоборот. Ребят, у меня один вопрос. Когда все это закончится? Когда я умру? Еще какой-нибудь там крокодил есть в конце туннеля? Меня уже закидывают. Я могу, кстати, вот так делать еще. Так, время замедляем. Давай, я не знаю, фаерболом ему. Отлично. Что мы получили? Мы как этот плавник получили. Ну-ка, давай это вот это. Оно и меня дамажит, но и их всех. И, кстати, смотрите, оно неплохо дамажит. Оно акулу убивает просто на раз. У меня такое ощущение, как будто эта магия им дамажит все-таки больше, чем мне. А самое прикольное, что она едет, да? И они вот появляются, а она едет. Я что-то сомневаюсь, что там дальше еще что-то есть. Может быть и есть. Кто мне говорил, что лучше на дне держаться под водой. Ну ладно, все. Наше приключение подводное закончилось нашей безвременной кончиной. Но тем не менее, у нас есть теперь плавники. Так, этот плавник дает мне новое заклинание Школы Тьмы. Ты можешь использовать его один раз, только проходя квест. Будь очень осторожен. Какое-то супер крутое заклинание, ребят. Даже они даже переводить не стали этот плавник. Так, зеленый плавник призовет силу природы на вашу ферму леденцов. Провизводство будет увеличено в пятеро. Ребята, вот о чем я говорил. Пятеро увеличиваем. А этот плавник очень сильно увеличит урон, наносимый вашим заклинанием огненных шаров. Наконец-то эти фаерболы станут полезны. А, во, ребята. Наша корона становится полезнее, да? Так, ну... Я, наверное, доволен. Да, пожалуй, что я доволен. Я залез подглядеть в Википедию. Могло ли меня там что-то еще дальше ждать? Но нет. Вот тут пишут зеленый, красный, фиолетовые плавники. И этот квест абсолютно бесконечен. И удобрение, увеличивающая эффективность фермы. Это мы, по-моему, нашли. Волшебную губку нашли. Все нашли, ребята. Я доволен. Ракушечное удобрение. Ну, по-моему, находили. Вот. Вот это шелл-паудер. Это и есть как его пудра ракушки увеличит производство леденцов. Сколько мы сейчас леденцов? Да, вот это абсолютный максимум. 4500 леденцов в секунду у нас, ребята, производится. Это очень замечательно. У нас уже, смотрите, 3 миллиона леденцов, да? Мы, в принципе, знаете, что можем сделать? Мы можем в колодец закинуть 1 лям леденцов и получить 500 тысяч конфет. Теперь у нас 700 тысяч конфет. Помните, у нас кто-то нам хотел что-то продать? Торговец, по-моему, свою шляпу хотел нам продать. Но за миллион, да, конфет? Сколько просишь? 1 миллион конфет. Никак не меньше. Ну, я думаю, в принципе, мы пока что на верном пути. У нас аллигаторы отключены, все, конфетки падают. Сколько стоит в мельницу? Ну, блин, дороговато, 43 миллиона. Но теперь с таким инкамом это не так сложно заработать. Так, ладно. Чем тогда, ребята, займемся? Я предлагаю отправиться на карту, прогуляться, просто прогуляться, просто отхилиться. пока мы здесь идем, наше кольцо регенит. Нам еще нужно будет сейчас наварить кучу зелий, и там мы что-то еще можем сделать в замке. Там есть еще какие-то комнаты, там есть в конце концов вот этот непобежденный нами паук. Мы его попробуем. У нас теперь, во-первых, фаерболы мощнее. Да, я хотел еще вот эту... Ой, что я сделал? Знаете, что я хотел? Я хотел проверить, как стена работает. Где она? Вот, допустим, я создаю стену. Да, смотрите, я никуда не еду, но магию я продолжаю создавать. Но, блин, она недолго стоит. Но все равно, как бы... Мне кажется, я сам свою стену разрушаю. Не, видите, моя магия не проходит сквозь стену. Вот, если бы я упирался в стену, а магия шла дальше, была бы неплохая штука от этого паука. Давай вот это заклинание новое и что произошло? Черная дыра. Я вообще не заметил, чтобы какая-то черная дыра появилась или что-то. Может быть, стенки как-то мешались? Давай еще раз попробуем. Черная дыра. Я ребят не понимаю, что это за черная дыра. Ну-ка, можно я выпью одно зелье черепахи? Смотрите. А, кстати, вот зелье черепахи. Оно мне подойдет. Я медленнее передвигаюсь и там, ну, как бы, если вот против того монстра биться, я просто не буду подходить к нему какое-то время. Я буду его бить на расстоянии дольше благодаря зелью черепахи. А, видите, когда я к нему подойду, он же сразу начнет меня дамажить. Что еще тут у нас есть? Торншилд, эсид, рейн, да, мне кажется, вот это все не нужно. А если я телепорт использую? Вот просто вот в такой карте использую телепорт. Он меня назад, откидывает? Раз, два, три. Он меня откидывает в начало уровня. В принципе, я могу наверное телепорт использовать, да, чтобы уходить из-под огня. И зелье черепахи, чтобы медленнее приближаться к врагу. Так, я думаю, я разработал тактику для битвы вот с тем здоровым монстром, которому мы сейчас проиграли. сейчас мы как раз дорегеним наше хп, чисто, знаете, из экономических соображений, чтобы не тратиться. Да, блин, умрите вы все. Что же вы не умираете-то? Чтобы не тратиться на колоиц, мы отрегенили хп таким образом. И придется сейчас зелье варить. Ну и давайте в конце концов посмотрим, что за последние два зелья у нас были. Так, ну вот это понятно, да? Это зелье берсерка. Если мы его готовим неправильно, то мы получаем зелье, которое меня клонирует. Правда, что нужно? Нужно поместить 20 тысяч чу... Так, само по себе зелье, что дает? Ваш урон на несколько секунд увеличивается, но оно лишает меня половины здоровья. Давайте попробуем приготовить его неправильно. А, знаете, в чем проблема? Там, по-моему, его надо очень долго варить. Вон, смотрите, перемешивайте, пока ваши руки не отвиснут, не заболят. Сколько перемешивать? Ну, очень долго. Ну, давайте попробуем. 20 тысяч чупа-чупсов, да? перемешивайте. просто перемешивать до посинения. Сколько это? Там, по-моему, знаете, если я не ошибаюсь, Википедия... Ну, пускай оно вот пока мешается, да, мы как раз можем пока что, пока оно мешается, почитать Википедию. Так, не-не-не, нам надо не это, нам нужно на главную. Зелье, зелье, зелье. Вот, зелье берсерка. А, вот, многое это минуту, целую минуту надо его мешать. А есть вот скрытое клонирующее зелье, зелье, которое получается, если добавить конфеты во время размешивания зелья берсерка. Создает над игроком его клона. Клон обладает характеристиками игрока, имеет отдельное от игрока хп, на клона не действует эффект от вещей, не кидает фейерболы и не призывает ничего. Им нельзя управлять. А какой вообще от него смысл от этого клона? Если он нифига не... Ну, не знаю, ладно, посмотрим, по крайней мере, ради интереса. Че, сколько мы там уже перемешиваем? А, тут уже пишет, что мои руки устали перебешивать. Так, ну, давайте разольем по бутылкам. Мы получили... А, мы получили одно зелье клонирования, но ведь я вроде все правильно делал, никакие чупа-чупсы не добавлял. Видать, я все-таки что-то сделал неправильно, я не знаю. Так, ладно, зелье клонирования у нас есть, а зелье берсерка можно еще одно? Ладно, давайте не будем сейчас тратить на эту минуту. Так, зелье П, что это такое? Это какое-то очень загадочное зелье. Вы не сможете предсказать, что именно оно сотворит. Оно может вас излечить или нанести вам урон, сделать вас сильнее или слабее или даже превратить вас в кого-нибудь что-нибудь еще. А еще его сложно сварить. Давайте это. а вообще что Википедия говорит об этом зелье? Я надеюсь, что она не копирует все, а как-то что-то дополнительно нам сообщит. Очень странное зелье, может вас отхилить. Нет, они просто все то же самое перекопировали. Несколько это сколько раз? В 10 раз меньше. Так, давайте так. Но знаете, что здесь подсказывает? Если ваше здоровье очень низкое, вам, пожалуй, следовало бы принять это зелье. Животные, которые выпивают это зелье, что? Кажется, реагируют на это очень нехорошо. Так, ладно, давайте попробуем сделать такое зелье. Мне кажется, если ты прям на нуле хп, оно скорее всего тебя вылечит. Так, мы, короче, помещаем 500 конфет, мешаем несколько секунд, ну, 2 секунды, да, раз, два, останавливаем перемешивание, добавляем в 100 раз больше конфет, чем число секунд, которые вы перемешивали. Да? Мы мешали 2 секунды, 2 на 100, 200 конфет, да, мы должны добавить, если я все правильно понимаю. Добавляем, так, 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 дальше что? do not multiply with quantity even if you want to make more than one potion. Так, теперь, короче, разогреть воду, пока не появится люки ворм, потом остановить. Так, ну, давайте, холодный, люки ворм, останавливаем, мешать, а, погодите, добавить несколько лолипопсов, мешать, потом разлить по бутылкам. Причем, сколько мешать, опять же, не сказано. Так, ну, давайте, несколько, пускай это будет 3 лолипопа, и помешаем мы тоже буквально чуть-чуть. Раз, два, три. Я сделал 2 пп зелья. Отлично, ребят, я приготовил зелья. Меня вот эти смущали формулировки размытые. Несколько, сколько-то. Есть еще зелье икс. И последнее, следующая поэма часто цитируется в книгах. Так, так, так. Икс зелья это легенда. Говорят, что тот, кто будет способен приготовить и выпить его, попадает в место, где до него еще никто не был. Я не знаю, на самом ли деле это зелье, только лишь легенда, но я напишу в этой книге все, что я знаю про него. Икс зелья упомянуто в множестве старых легенд и алхимических книг. Вот краткая информация, которая поможет вам его сварить. Говорят, что варка состоит из 5 шагов. Говорят, что только в одном шаге из процесса варки нужно добавлять леденцы. Так, смотрите, 5 шагов, то есть в 4 шагах мы добавляем конфеты в одном леденцы, правильно? А, или там, как бы, может быть, где-то добавляешь, а где-то мешаешь, это тоже, они как шаг считают. Говорят, что в отличие от остальных зелий, их зелье за раз сварить можно только одно. Так, и последнее. Следующая поэма часто цитируется в книгах при упоминании их зелья. Первый день родилась самая первая конфета, но снаружи было холодно. Так, смотрите, то есть мы самая первая конфета, снаружи было холодно. Я помню, ну, как бы, там ты, типа, добавляешь конфету, да, и кипятишь, пока не будет холодно, вот, как бы, было холодно. Во второй день у конфеты появился отец, но снаружи было холодно. Так, то есть мы добавляем еще одну конфету, и вот, как бы, холодно. Так, 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 что там где третий день? На третий день у конфеты появился брат, но снаружи было холодно. Добавляем еще одну конфету И как бы холодно Так, это уже какой у нас там? Третий, да, день был На пятый, погодите, где четвертый? На третий день Появился брат, но снаружи было холодно На пятый день, а четвертый день где? У конфеты появился любовник И это может прозвучать глупо И просто, но теперь конфета Стала счастлива Погодите, что, на четвертый день Леденец надо добавить, что ли? Или, блин, давайте я так Мы по Википедиям Зелье Икс Как готовить? Варите, чтобы Напись была холодно И повторите так четыре раза А потом положить Леденец Я просто не увидел Здесь четвертый день На третий день Но снаружи было холодно И потом сразу на пятый день Это проблема перевода А вот здесь вот, где английская версия Здесь вот, видите, есть Четвертый день Сладко И... Но снаружи было холодно Вот, видите, где подсказка Надо, короче, оригинал читать Я вот не вижу здесь вообще четвертого дня В переводе Второй день Третий день Потом сразу пятый день Молодцы переводчики Так, ладно Смотрите, одну Холодно И потом Я так понимаю Добавляем леденец Да, это единственный этап Где мы добавляем леденец И снаружи было горячо То есть мы добавляем леденец И кипятим Пока не появится надпись Горячо Вот Да, отлично, ребят Мы сварили зелье Икс Мы, короче, теперь Мы мастера готовки Оно должно нас телепортировать Куда-то Но давайте, ребят, это Всякие вот эти телепорты Мы оставим для отдельной серии А сначала мы попробуем Полностью изучить Что же находится в этом замке Да, то есть Сразиться вот с тем Здоровым монстром Но Этим мы займемся, ребята Уже в следующей серии Также у нас К следующей серии Я накоплю эти Миллион конфет Купим шляпу у торговца Посмотрим, что она дает Единственное, что Я, блин, очень переживаю Что из-за того, что я Все шоколадки потратил Я теперь не могу зачаровать Там Ну, допустим Корону, чтобы Осьминовушка впускать Или Еще что-то Я вообще ничего Теперь зачаровывать не могу Я боюсь, что Из-за этого Я могу Просто где-то Упереться рогом И окажется, что Мне нужно переигрывать И я, по-моему Ну, у меня есть там Слот С сохранением Да, пораньше Но Далеко пораньше Там Ну, все равно Не с нуля Переигрывать придется Но все же Ладно Будем посмотреть, ребят Что из этого всего выйдет Кстати Я же сегодня Не сохранялся, да Это я могу Вот с этого момента Сегодняшней серии Переигрывать У нас же Автосохранение Сейчас не стоит Да Я могу Сейчас вот То, что мы сыграли Сохранить В пятый слот А если надо будет Мы загрузим первый Вот, ребятки А у меня на этом все Дальше Больше Но уже в следующих сериях До новых встреч Да И, кстати, ребят Еще к следующей серии Я наготовлю зелий Знаете, как можно быстро готовить? Просто Я вот сейчас смотрю Проверил Что можно вообще Вот ноль секунд Им достаточно Чтобы я мешал То есть Когда они говорят Мешать несколько секунд Можно просто мешать Ноль секунд Как бы Нормально Им годится Им главное Вообще Вот этот факт Того, что ты Нажал эту кнопку Размешать Поэтому можно Вот таким образом Очень быстро Ну Не так быстро Как хотелось бы Но Довольно быстро Себе приготовить Много зелий Конечно Если я хочу Тысячу зелий То это был бы геморрой Я думаю Пару десятков Не хватит Продолжение следует